Приветствую вас в эфире Бесарабия ТВ новости в студии Татьяна Карпенко. Сегодня в нашем выпуске. 1 июня в Белгороднестровском горсовете за круглым столом обсуждали, когда стоит провести внеочередную сессию. 2 июня состоялась пресс-конференция Александра Дукача, начальника КП Белгороднестровск-Водоканал. В Измаиле открылась выставка «Ароматы лета». 2 июня в Затоке стартовал международный турнир по боксу «Олимпийские надежды». Гости из Германии побывали в хирургическом отделении Белгороднестровской городской больницы и Краеведческом музее. Об этом не только. Узнаете далее. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Когда проводить внеочередную сессию? Какие вопросы нужно рассмотреть? В первую очередь именно это обсуждали некоторые депутаты во главе с секретарем Белгороднестровского городского совета Ольгой Цыпуленко. К чему пришли, узнаете далее в сюжете. 1 июня в Белгороднестровском прошло заседание круглого стола, инициированного секретарем городского совета Ольгой Цыпуленко. Я сегодня пригласила всех представителей, кто присутствует, это и депутаты, это и заместители городского головы, и, короче, справа мы для того, чтобы на круглый стол, на заседании круглого стола, для того, чтобы мы определились для решения общегородских вопросов, которые необходимо решать, которые необходимо решать и проводить эта сессия городского совета. Есть у нас на повестке несколько вопросов, которые требуют безотлагательного решения вопроса. Я думаю, сейчас мы к этим вопросам перейдем, их озвучит Альберт Анатольевич. Это вопросы те, которые нам необходимо решать. Вплоть, тоже я так понимаю, что и Виктор Георгиевич подключится, потому что есть вопросы финансового характера, которые мы должны принять на сессии. Эти вопросы нужно озвучить, определиться нам с датой внеочередной сессии и определить формат этой сессии, в каком формате мы будем проводить сессию. Альберт Алтухов отметил, что на сегодняшний день остро стоит вопрос о погашении долга КП «Водоканал» перед «Облэнерго», который должны были рассмотреть депутаты на сессии 30 мая. Речь идет о сумме 1 миллион гривен. Ждет одобрение и проекция финансирования ремонта в 11-й школе. Не определились с заказчиком исполнения работ по коллектору на Кишиневской. И это далеко не весь перечень неотложных дел. Срок сайта по финансированию. К счастью, финансирование бюджетной сферы, финансирование благоустройства города и УКП проходит через финансовое управление по решению сессии. И в данном вопросе, не состоявшейся сессии, практически эти все вопросы не снимаются в виски дня. Город финансируется в полном объеме. Засклады на выносительные вопросы должны отсутствовать. Напомним, в виски дня не состоявшейся сессии 30 мая было более 40 вопросов. Кроме этого, некоторые народные избранники поднимали тему и отставки секретаря горсовета. Однако на заседание круглого стола по определению дальнейших действий и работе исполнительной власти и органам местного самоуправления, что и было главной целью мероприятия, они не пришли. Я, Виктор Георгиевич и все остальные то же самое. Я не боюсь того, что меня будут снимать или не будут снимать. В принципе, вопрос вообще не в этом стоит. Мы готовы к этому вернуться, но когда будет мяски голова? Мяски голова повертается на рабочие места. Мы будем уже при власти, мы будем при голове. И, пожалуйста, ставьте, выносите все вопросы, которые вас интересуют. Нужен будет отчет, значит, будет отчет о работе секретаря. Нужен будет отчет перед избирателями, значит, будет отчет перед избирателями. Но просто так, потому что кому-то что-то не понравилось, а не понравилось почему-то только Галату и Белому городу, которые вроде как бы потом уже собрали подписи. Ну, я считаю, что это не совсем корректно. И в это время вносить дестабилизацию в жизнь города, ну, как-то не совсем с руки. В ходе заседания обсуждали и другие актуальные темы жизни громады, но прийти к окончательному решению по дате проведения внеочередной сессии участникам круглого стола пока не удалось. Мы останавливаемся на том, что сессия просто необходима. Сессия будет у нас неочередная. Внеочередная сессия будет на следующей неделе. Предварительно мы еще оговариваем с главами фракций о необходимости проведения этой сессии. Не вносятся вопросы политического характера, не рассматриваются. Вопрос, что касается выделения, не выделения, а погоджения плану детальной территории КСКО Патриархату, будет на сайте опубликован и на следующую сессию, после того, как пройдет процедурные все вопросы, то есть пройдет по комиссиям, будет вынесет на сессию. 2 июня Александр Дукоч, начальник КП Белгороднестровского до канал провел пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о сложившейся ситуации с перебоями подачи воды и о миллионном долге перед Облэнерго. Более подробно – далее в сюжете. Александр Дукач, вновь назначенный начальник КП Белгороднестровского водоканала 2 июня провел пресс-конференцию. Говорил о миллионном долге перед Облэнерго и новом графике подачи воды. Как вы понимаете, сегодня у нас начинается летний сезон и как-то он именно встретился или объединился вместе с долгами, которые накопились у предприятия перед Облэнерго и массовым отключением источника водоснабжения. Вот это как раз и есть результат того, что сегодня работает нестабильно предприятие в отношении водоснабжения. На сегодняшний день предприятие задолжало за электроэнергию, за потребленную электроэнергию активную в пределах 1 миллиона 900 тысяч гривен. Что это в переводе? Это где-то около двухмесячной задолженности за потребленную электроэнергию. И Облэнерго решила отключать не щадя все объекты. По словам Александра Дукача, отключений водоснабжения не избежать. Сейчас предприятии составляют график, о котором повесят всех горожан. И объяснил, чем была вызвана задолженность. При этом не исключает возможности, что тариф на воду будет повышен. Тот тариф, который был утвержден на 1 января 2016 года, он включал стоимость электроэнергии, которая разнится из сегодняшней стоимости, по которой предприятие покупает в Облэнерго электричество, уже на 43 копейки. То есть мы уже сегодня не можем фактически оплачивать тот уровень тарифа, который предлагается Облэнерго для оплаты. Страдает предприятие и от неплательщиков. Суммарная задолженность превышает 2 миллиона гривен, говорит Александр Дукач. Кроме этого, потери воды на сегодняшний день составляют 42%. В совокупности эти проблемы не дают полноценно работать с КП. Вторая причина – это то, что сегодня население у нас, ну как-то я не знаю почему, но резко снизились проплаты. В течение мая месяца, вот я уже наблюдаю, что оно по сравнению с прошлым годом, процентов на 30 ухудшилась оплата населения. Наверное, все-таки это связано с субсидиями, которые выдавались люди. Охладились немножко, подумали, что все-таки государство будет компенсировать все, но не тут-то было. Значит, сегодня мы должны вернуть уже живыми деньгами, которые были потрачены в прошлом году на расчет по субсидиям, где-то в пределах 700 тысяч гривен в государство. На сегодняшний день предприятии решают, как спасти ситуацию с перебоями в подаче воды. Планируют запустить в работу скважины и зяби, готовые оказать помощь и на заводе гемопласт. По пивничному подъему мы предполагаем все-таки запустить водоснабжение с 5 утра до 24, без остановки, если все сложится у нас хорошо. По южному подъему мы будем включать от 5.45 до 14.00 и от 17.45 до 22.00. Точно по такому же графику будет работать садовый, хотя у нас там по этому подъему существуют резервы скважины завода ЖБИ. Франко у нас будет работать круглосуточно, там достаточно источников для водоснабжения, поэтому мы менять там ничего не будем. Переможницкая насосная станция будет работать тоже по графику 0.5.45.14.00.17.45.23. Маршала Березова, сила Добова и улица Лесная, вот здесь немножко сложнее. Там в основном частный сектор по улице Лесной, мы практиковали раньше, в прошлые годы, по уличным отключениям для того, чтобы хотя бы хоть как-то обеспечить водоснабжение этого маленького микрорайона. Там улица Лесная, активистов и полевая. То есть мы будем в одни дни давать на одну улицу, в другие на другую, в третью на третью, но другого как бы не дано, потому что там достаточно ограничено источник водоснабжения, всего-то скважина дает 9 кубов в час, а полевная площадь того района настолько большая, там весь частный сектор, что ну этой воды просто не может хватать. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукенчук, Бессарабия ТВ. Утром 2 июня хирургическое отделение городской больницы Белгороднестровского посетили гости, приехавшие из Германии. Вместе с собой они привезли и подарки. Какие именно видела Елена Малайван. Подробности смотрите в сюжете. На столе раскладене різноманітное обладнание, зажими, щипцы, тонометри. Та це не подготовка до операції. Це подарунок хирургическому отделению Белгороднестровской міськой лекарни від гостя з Німеччини. Велику вдячность від медиків та пацієнтів доктору Хорсту Екерту висловила Ірина Лавришина. Його подарунок – це неоціненна допомога. То, що ви сьогодні для нас зробили, це трудно переоценить. К сожалению, сьогодні ми в дуже тяжелому фінансовому положенні, ми пітаємся построити нову медицину, ми пітаємся підняти оказання допомоги на новий уровень, на эффективний, быстрий, для того, щоб і фінансово більш економічний. Але завжди, знаєте, є нюанси, на які не вистачає грошей. Але це не нюанси, це основа нашої роботи, хирургическій службі, інструментарії і шовний матеріал. Це не просто важливо, це архіважно. Огромне вам дякую за розуміння і за ту діяльність, яку ви ведете. Огромне вам дякую. Доктор Хорст Екерт зазначив, що йому приємно зробити цей внесок у розвиток медицини, особливо у Білгородністровському, адже коріння його родини йдуть саме звідси. Я Олесеевка, мої родини жили. Да, да, да. Я теж там жил. І знаєте, для мене це дуже емоційний пункт сегодня. І тому що моя мать тут родилась. Родилась в нашій больниці. Да. І тому я дуже рад, що ви раді. Ми добре розуміємо це, тому що я з Восточного Германію. В Восточного Германію я знаю… Проблеми були, які… Да, там були проблеми. Після з'єднання, наприклад, ми знаємо, що це реформи. І що це довго і трудно. Дуже задоволений отриманою презентами завідуючий хірургічним відділенням. Каже, що це обладнання – додатковий шанс на рятування чиєго життя. З подарунок, які ми сьогодні отримали, велике місце займають інструментарії. Інструментарії – тут різні зажими, іглодержатели, ранорасширители. Все, що нам необхідно при виконанні операції. Ось так, завдяки поважному закордонному гостю у хірургічному відділенні міської лікарні Білгородністровського з'явилось нове обладнання. Олена Малайван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. 2 юня в Білгородністровському краєвічному музію состоялась научно-практична конференція. Її посвятили одразу нескольким збиттям. Каким именно, розкажет Єлена Малайван. Музей – це місце, де займаються просвітницькою, експозиційною та науковою роботою. В стінах Білгородністровського храму історії зберігаються чимало матеріалів та проводились різноманітні дослідження. До краєзнавчого музею приїздять також зарубіжні науковці. К цій сфері інтересів відноситься якраз роботи ісследовців, потімів, німецьких колонистів, які коли-то, в початку 19 віку, приїхали сюди і заселили наш країн. І от на протяжі двох років у фондів нашого музею працював доктор Хорст Екерт, це з Берліна, Германія. І от в результаті його такої ісследовательської роботи, нашої спільної роботи, в результаті ісследування в архівах Одеси, Ізмаїла, у нас накопилось достатньо багато матеріалів. Покоління штромайєрів у культурному просторі Бесарабських німців. Саме цій темі присвятили науково-практичну конференцію, що відбулася 2 червня у Білгородністровському краєзнавчому музеї. Їй навіть присвятили експрес-виставку. Це і старі документи, приходять сюди немецких колонистів, і рукописне, і уникальне іздання. Ця виставка буде сьогодні презентуватися для публіки. І саме головне, що Хорст Екер привез нам в музей і подарив фотографії своїх потомків. Причем на цих фотографіях, оказалось, він, наверное, поскромничав, але на цій фотографії і він, це його мама, і він. Так що ось ця плодотворна робота дала ось такий результат. Як зазначають науковці, дослідницька робота і історія Бесарабських німців актуальна до нашого часу. На конференцію також приїхав і директор Інституту етнічних досліджень Олексій Келлер. Німці жили тут 200 років з 1814 року. І є достатньо богатое документальне наследие. І об цьому треба знати, і це треба исследувати і изучати. В тому числі свої кори, тому що я являюсь причерноморським немцем і живу тут вже в седьмому поколінні. Моя задача – рассказати немного об історії немців, які населяли цей країв, все причерноморі, в частності Бесарабі, о їх вкладі і о тех можливостях, які таят наші архівні і музейні учреждення в поискі своїх коренів, своєї історії. Людина, яка стала ініціатором цієї зустрічі, доктор Хорст Екерт, вперше приїхав до Білгородністровського два роки тому. Він дізнався, що його прадід Фрідріх Штромайєр був журналістом. Його пращури приїхали сюди 200 років тому. І він почав шукати, де саме жили його родичі. Ми знайшли будинку одного і іщемо, де був Штромайєр в останні роки, тому він умер тут. І це добре було б візнати, в якому будинку. І тому я нічого іщу, я знайшов багато стихотворень від нього, багато репортажів від нього. Під час конференції було досить багато цікавих доповідей. До неї також підготувався і наймолодший учасник Владислав, який навчається в Білгородністровському районному ліцеї. Моя головна ціль і задача – це повідомити всім о сім'ї людей, які є близькими друзями моєї сім'ї, які проживали продовжительне час на території нашого міста і внесли свій вклад в його розвиття. Я вважаю, що всім необхідно знати про цю сім'я. Ось так. У краєзнавчому музеї Білгородністровського 2 червня відбувся справжній вечір спогадів та історії про Бесарабських та Причорноморських німців. Олена Малаїван, Віталій Солодухін, Бесарабі АТВ. Уже в цей воскресенье в Білгородністровському будуть отмечати День города. К нему готовиться повсеместно. Торжества чекають як гостей, так і місцевих жителів. В піддверію цього знаменательного события Некоторі з горожан вже успіли його відмітити. В піддверію Дня города 2-го іюня для підопечних Білгородністровського територіального центра провели особий праздник. Каждий його участник змог поделиться воспоминаннями о своїй жизни в прекрасному Білому городі на Дністрі. Наші підопечні – це обіце Буджак, літературне обіце Буджак, наш ансамбль «Колорит», і ми пригласили болгарське обіце. Знаєте, ми хочемо лишний раз почерпнути многонациональність нашого міста. Наші підопечні – люди пожилі, які прожили біжу життя в цьому місті. І вони будуть сьогодні общаться, вспомінать все, що було, як вони починали свою. Ктось починав свою професіональну і деятельність тут, хто-то вообще здесь родився і живе до сих пор. В почале праздника ці нестареючі духом люди прослушали гимн города, котрому кожен із них посвятив не тільки свою життя, але і подарив частичку своєї душі. Вполне естественно, що на цей праздник пригласили того, благодаря кому получил життя цей символ города – гимн Білгороднестровського. Йому написали члены літературного обіцества «Буджак» поет Павел Антонов і композитор Ігорь Параденко. Автор текста вспомнил о том, як проходил отборочний конкурс і як писали сам гимн. Після отбора тщательного остался Максименко і ми з Ігорем, і потім, після долгих дебатів, все-таки, вибрали наш варіант. Максимівка ставили, як контакту, просто зробити, щоб пропонували. В севері ми працюли, Мы работали, конечно, долго. С месяц мы работали до этого, там подготовительная работа была. Особенно сложно, конечно, было сделать музыку, потому что работа композитора все-таки очень сложна, будем говорить, тем более гимн. Еще долго подопечные территориального центра говорили о своей жизни и, конечно же, молодости, которой все они посвятили любимому и дорогому их сердцу городу, прекрасному и древнему Белому городу на Днестре. Лето наступило. На рынке Белгород-Днестровского появляется все больше молодых овощей и, конечно же, фруктов. До недавнего времени цены на них были довольно высокие, а Татьяна Коваль узнавала, как изменилась их стоимость и что нового появилось на прилавках у торговцев. С наступлением лета все больше молодых овощей и фруктов появляется на прилавках рынка Ассорти. Уже появилась молодая свекла и морковь. Лотки изобилуют разнообразием огурцов, помидор, капусты и кабачков. Капуста сейчас немножко стала выше, потому что уходит ранняя первая капуста и перерыв немножко между средней и ранней. И немножко на пару гривен поднялась цена. Гурячок и морковочка молодые падают в цене. Была 18, на сегодняшний день 15 гривен цена. Помидорка чуть-чуть поднялась, тоже на пару гривен. Огурчик упали. По сравнению, что были 23, 22, 25, на сегодняшний день свежайшие 15 гривен. А остатки там вчерашнего 13. Радуют цены на кабачки. 2 июня их стоимость была 8 гривен за килограмм. Молодая картошка обойдется от 10 до 15 гривен в зависимости от размера. А за совсем мелкую 6-7. За сладкий перец придется выложить около 80 гривен. Помидоры 40, домашний перчик 5 гривен штучка для начала, тоже домашний, утром сорванный. Черешенька моей тещи, любимый, это самый 30 гривен. И клубничка сухолыжа тоже 30-35. Практически в два раза снизила стоимость одного из самых любимых многими украинцев лакомств клубники. Сегодня цена на ягоду была от 26 до 35 гривен за килограмм. Есть на прилавках рынка КП Ассорти и молодой горошек. По словам продавцов, его стоимость всего неделю назад была 80 гривен, а нынче упала почти в 2,5 раза. Появилась черешня. Черешня и горошек, это все домашнее, все непривезенное, это все как бы наше место. Горох сухолужья, черешня получается тоже сухолужья. Сухолужья Белгорода. 25-30. Как рассказывают продавцы, черешня навряд ли упал в цене в ближайшее время. Погода, которая стояла в мае, преподнесла свои неприятные сюрпризы. А вот вишни может и вообще не быть. А если и будет, то по заоблачным ценам и очень мало. 2 июня в Затоке состоялось открытие международного турнира по боксу «Олимпийские надежды». В спортивном зале общеобразовательной школы номер 9 собрались лучшие бойцы из Польши, Белоруссии, Молдавии и, конечно же, Украины. Наталья Мальцева расскажет подробности. Второй день лета для спортсменов Украины, Польши, Молдавии и Белоруссии ознаменовался началом очередного этапа состязаний. 2 июня около 160 бойцов приехали в Затоку, чтобы в очередной раз побороться за звание лучшего и пополнить свою копилку наград. Здесь состоялось открытие международного турнира по боксу «Олимпийские надежды». Ребята приехали с 2000 года рождения по 2007-й, будут принимать участие в трех дневных турнирных боях. Это сегодняшний отборочный, завтрашний полуфинальный и воскресенье финальные бои. У нас, как Кузня, Одесская область талантов, чемпионов, все мы прекрасно знаем нашего любимого, дорогого Василия Ломаченко, который выступает и прославляет нашу область на весь мир. Поэтому, смотря на его успехи, мы, конечно же, хотим, чтобы наши дети, самое главное в жизни, это будущее, принимали участие и развивались конкретно в спорте, в этом прекрасном виде спорта – боксе. Такого масштаба турнир в «Затоке» проходит впервые, но, как надеются организаторы, он станет ежегодным. Несмотря на то, что главный гость дня Василий Ломаченко лично приехать и поздравить участников с открытием не смог, свою поддержку и пожелания он передал молодым спортсменам. В данный момент у него ситуация, он уезжает, готовится к бою уже следующему своему, который пройдет в конце лета, и поэтому он просто физически не мог к нам приехать, соответственно. Но он двумя руками нас поддерживает, он подготовил ценные призы для наших победителей, будут получать перчатки, лучшие представители бокса на этих соревнованиях получат перчатки с его росписью. Это очень ценный подарок, который Василий не смог к нам приехать, но, соответственно, поддержал вот таким образом. Как говорит Валерий Михалев, всю подготовку к турниру взяли на себя представители поселкового совета, помогли и меценаты. Также огромную помощь оказал и отец Василия, Анатолий Ломаченко, он предоставил для поединков ринг. На открытие состязаний пришло довольно много местных любителей спорта. Даже представительницы слабого пола не прочь поболеть за своих фаворитов. После торжественного гимна и танцевального подарка начался захватывающий бой. Сами же тренеры отмечают, насколько важны подобные турниры для будущего юных боксеров. Каждый по-своему талантлив. Такие турниры раскрывают детей их потенциал, дают им возможность себя проявить. И на таких турнирах они набираются опыта. Игорь Платонов со своей командой приехали из Одессы. Также представляют Херсонскую федерацию бокса. Как говорит тренер, этот турнир обещает быть весьма насыщенным. Надеется, что его воспитанники займут почетные места. У нас ребята разные подготовки. Есть. Я сюда привез и новичков, которые занимаются полгода, год. Есть ребята, которые занимаются уже по 5-6 лет. То есть подготовка разная и дети разные. И уровень бокса будет разным. Пока одни осваивались на ринге, другие упорно готовились к встрече с соперником. Никто просто так отдать победу не собирается. Для меня бокс, чтобы стать легендой, стать нормальным боксером. И чтобы выиграть этот турнир, порадовать родителей, что я не зря пришел сюда. Александр в боксе уже 6 лет. За это время стал финалистом чемпионата Украины. Выступал на различных международных турнирах. Является кандидатом в мастера спорта. Каждый турнир по-своему сложный. Его надо готовиться к нему. Сделать вес. Узнать соперника. С кем ты боксируешь. Подобрать к нему тактику на бой. Каждый соперник надо подорвать разную тактику. Каждый соперник может быть высокий, низкий. С ним по-разному. С каждым боксируешь. Скажи, что самое важное в боксе для ценностей? Самое важное думать головой. Обдумываться. Принимать важные решения. Победа! 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 Вот так и прошло открытие международного турнира. Впереди ребят ждет трехдневная напряженная борьба. Остается пожелать всем участникам достойных боев и желанной победы. Наталья Мальцева, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. Первый день лета в Белгороднестровском на недавно открытой спортивной площадке «Сокол» собрались любители футбола. Самые юные воспитанники ДЮ США показали, чему научились за прошедший год. Наталья Мальцева продолжит тему. 1 июня в Белгороднестровском, как и по всей Украине, отмечали День защиты детей. Торжества по этому случаю проходили в средневековой крепости, в парке мира, в садиках и школах. А на недавно открытой спортивной площадке «Сокол» уже во второй раз собрались любители футбольных баталий. И для кого сегодня не секрет, что сегодня очень большой праздник детский, День защиты детей. Это праздник не только детей, это праздник и наших родителей, то есть их родителей, и наших бабушек, и дедушек. Вот почему? Потому что дети – наша радость воплот всего того, чего мы от них ждем. И возлагаем большие надежды. В такой день представители городской федерации футбола просто не смогли остаться в стороне от праздника. Для самых маленьких воспитанников Дю США решили устроить небольшой турнир. На спортивной площадке встретились шести- и семилетние участники четырех команд. Эти ребята уже знают, что такое настоящий футбол. В начале февраля я проводил турнир «Юность», традиционный турнир, где уже учрежден переходящий кубок, который с года в год будет передаваться. Это был 17-й турнир. Эти же дети принимали участие в этом турнире, который сегодня играет в 2009-2010 год. На протяжении нескольких часов малыши показывали полученные за прошедший учебный год умения и навыки. Пока спортсмены боролись за почетное первое место, их родители активно болели и давали советы. Несмотря на то, что многие воспитанники Дю США на секцию футбола пришли относительно недавно, малыши знают, для чего им нужен спорт и что они хотят достичь в будущем. Там у тебя будут победы, дипломы, ты будешь очень знаменитым и у тебя будет много медалей. Ты будешь сильно знаменитым и тебя будут все любить. Для чего тебе футбол? Чтобы знать, стать известным. Я люблю футбол, а люблю футбол, потому что это спорт и крути. Мне нравится футбол. А почему он тебе нравится? Мой брат в него играет. Он меня научил этому, я это больше знал. Для Ярослава этот турнир уже второй в его спортивной жизни. Готовился он к нему довольно упорно. Мы готовились, набивали, гуляли в футбол, бегали быстро. Как защитник, если забирает мяч, то он забирает и не пропускает, чтобы ворота забили. Вот так и прошел день защиты детей для юных спортсменов. В завершении турнира всех участников угощали мороженым и прочими сладостями. А победителям выручили почетные кубки, дипломы и медали. Наталья Мальцева, Андрей Романовский, Бессарабиа ТВ. Международный день защиты детей. Впервые его отметили 1 июня 1950 года. Вот уже 67 лет в этот праздничный день для ребятишек разных стран устраивают веселые представления и дарят подарки. Галина Величко с подробностями. В Измаиле, как и во многих городах нашей страны, стала доброй традицией устраивать 1 июня для маленьких украинцев праздник со множеством сюрпризов. Ведь это еще и начало любимых каникул. В обновленном школьном сквере у памятника Сергею Тучкову прошло представление «Дружат дети всей планеты», подготовленное сотрудниками и воспитанниками Измаильского дворца детей и юношества. На стендах расположили искусные работы юных ковроделов, модельеров, художников и керамистов. Всему этому ребята научились в кружках, работающих при дворце. Народный хореографический коллектив «Радуга» открыл праздник яркой танцевальной композицией. Юных из мальчан поздравил городской голова Андрей Абрамченко. Дорогие ребята, как вас любит солнышко. Я не помню еще ни одного 1 июня, чтобы был дождь. Самая главная ценность человечества – это ваша улыбка, ваш добрый, веселый смех. Предназначение взрослых – делать все, чтобы этого смеха было больше и чтобы он был всегда. Наступает самое любимое время в вашей жизни – каникулы. Я хочу вам пожелать, чтобы они прошли интересно, весело, чтобы вы все были загоревшие, здоровенькие, радовали взрослых. И что самое главное – чтобы было больше веселых, радостных улыбок. С праздником, ребята, у вас! Веселые клоуны и ростовые куклы закружили ребят в веселом флешмобе. Взявшись за руки, они охватили весь школьный сквер. Десятки желто-голубых воздушных шаров, цветов украинского флага взлетели в небо, как пожелание мира детям и взрослым нашей страны. В традиционном велопробеге, посвященном Дню защиты детей и Международному велодню, приняли участие десятки из мальчан разных возрастов. Праздник продолжили квест-игрой «Солнечная карусель». Ребята рисовали на асфальте, составляли иностранные слова и выполняли другие задания ведущих на нескольких игровых майданчиках. Проигравших не было. Все участники получили мороженое от мэра. На этом праздник не закончился. Ребят пригласили на торжественное открытие международной выставки «Дуна и река дружбы». На экспозиции размещены более 400 работ 350 юных художников Украины, Болгарии и Молдовы. Что желают юные из мальчани себе и своим ровесникам? Об этом они написали на майданчике пожеланий и рассказали нам. Я пожелаю вам здоровья, счастья, чтобы выслушались родителей, чтобы получали хорошие оценки. Я поздравляю всех детей, чтобы они всегда были рады и никогда не грустили. И всегда, чтобы мне очень понравилось здесь. Я их поздравляю с пьяшников, я им желаю удачи, здоровья и счастья. Галина Величко, Виталий Солодухин, Измаил, Бессарабия ТВ Историко-краеведческий музей Придунавья тесно сотрудничает с Союзом художников Измаила. Результатом этой дружбы стали выставки «Времена года», которые уже седьмой год подряд радуют посетителей. 1 июня в Измаильском музее Придунавья открылась новая выставка под названием «Ароматы лета». Свои работы на суд зрителей представили художники города. Мастеров кисти и гостей встречала директор музея Ольга Тиран. Полотна, вобравшие в себя все цвета радуги, украсили фойе. Как признаются сами художники, летние пейзажи и натюрморты писать одно удовольствие – используется вся палитра красок. Солнечное лето во всей его красе предстало перед зрителями с 33 полотен измельских мастеров, как именитых, так и дебютантов. В этот день можно было увидеть прекрасные работы Владимира Дудника, Ивана Кацафляка, Галины Сапунджи и многих других творцов прекрасного, известных далеко за пределами столицы Придунавья. Анжела Ивашкова и Полина Зиновеева впервые приняли участие в музейной выставке. Гостями этого летнего праздника живописи стали ценители изобразительного искусства, художники и журналисты. Лирическую нотку в презентацию экспозиции внесла поэтесса Оксана Картильян. Пойдем же, милый, к морю, там сто крат, под тысячекаратной луною сверкают светляки, осколки света, фантазия мерцающего лета. Для гостей приготовили ароматное угощение – ягоды, черешни и клубники, которыми славятся земли украинской Бессарабии. Все лето будет радовать посетителей музея Придунавья выставка «Ароматы лета». А 1 сентября фойе украсят яркие краски осени. Галина Величко, Виталий Солодухин, Измаил, Бессарабия ТВ Вот такие новости были сегодня. Впереди всех украинцев ждут выходные дни. Приятного вам отдыха. Встретимся с вами уже в понедельник, как обычно, в 18.00 на телеканале Бессарабия ТВ. Всего вам доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова